В потоке людей, спешащих из метро к площади трех вокзалов, полицейские заметили пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Однако причиной его задержания около кассы станции Комсомольская стало вовсе не спиртное. Стражи порядка давно обратили внимание на этого мужчину. При личном досмотре был обнаружен изъят затвор от боевого оружия, которое имеет отношение к винтовке. Время Второй мировой войны был доставлен в отдел, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. По словам задержанного, затвор он нашел в Новгороде, куда ездил на фестиваль кваса. Заинтересовался, решил захватить домой. Авось пригодится. Экспертиза подтвердила, что пригодится эта часть оружия может. Затвор исправен и годен к применению. Кроме того, у подозреваемого оказался оптический прицел, тоже совершенно случайно прихваченный. Дело в том, что по своей глупости взял, положил к себе сумку и повез то, что нашел. В свои 33 года задержанный уже был судим по пяти различным статьям. И насчет своего темного прошлого он рассуждает явно без угрызений совести. Как бы ничего такого страшного не натворил. Например? Ну, угроза убийства просто. И как бы... Легкий вред здоровью. Состояние алкогольного пенения. А еще и изнасилование и грабеж. Но об этом злоумышленник сначала не упомянул. Говорит, давно было не считается. Да и вообще у него теперь новая жизнь. Об этом свидетельствуют найденные у мужчины удостоверения личности. Помимо паспорта гражданина Российской Федерации, при задержании оказался еще один аналогичный документ. Фамилия, имя, отчество, место рождения, серия, номер только сделан из пластика. И на обложке указано национальный паспорт гражданина Руси. Такие паспорта выдают членам одной из националистических организаций, в которой и состоит задержанный. Свои цели он обозначает так. Такой девиз, правда, не очень сочетается с пятью судимостями гражданина. А вот найдена у него экстремистская литература, документы и составляющие части оружия вполне. О планах злоумышленника остается только догадываться. А вот его дальнейшую судьбу можно предугадать. Мужчине грозит до четырех лет тюремного заключения.